На территории Ульяновской области расположено 33 кладбища, общей площадью около 300 гектаров. Несмотря на это, места на кладбищах заканчиваются, а новые открыть не представляется возможным. Но глава похоронной службы отметил и самовольность частных ритуальных компаний, которые, как говорится, за деньги могут решить любой вопрос, касающийся захоронений. Причиной этому называют отсутствие четкой законодательной базы. Так вот, в настоящий момент, федеральный закон номер 8, 96-го года, он был написан таким образом, что на кладбище действуют все, кто хочет. Вот абсолютно все, кто хочет, то и действует. Поэтому на кладбище огромное количество представителей ритуальных агентств. Как отметил глава городской похоронной службы, точного количества частных ритуальных агентств никто не знает, равно как и компаний, которые занимаются установкой памятников. Другая немаловажная проблема – отсутствие должного финансирования. В государственных ведомствах не хватает денег и сотрудников. Но позитивные планы есть. Например, проложить дороги на существующих кладбищах, сделать заборы, провести освещение и водоснабжение. Делается очень много, еще раз говорю, возможностей. Тех, которым бы хотелось, нету. Но эту проблему знают все. Я докладываю замгубернатору, до губернатора не дошу, но вроде записки передали и так далее. Если бы это было только в Ульяновске, я думаю, такая же ситуация находится и везде. Также был поднят вопрос о постройке крематория в Заволжском районе. Крематорий – это частный проект, и городская похоронная служба к постройке отношений не имеет. Михаил Чабан считает, что место для крематория выбрано ошибочно. 400 метров зенит. Но ни один нормальный человек, и вы в том числе бы, не стали жить рядом с крематорием. Вы там купили землю, построили коттедж свой, и раз он заполыхал. Собравшиеся отметили, что одними только силами крематория вопрос мест для сохранения на кладбищах не разрешится. Это связано с тем, что православные привыкли за долгие годы к стандартной процедуре погребения. Поэтому требуется искать другие способы разрешения проблемы с заполненностью кладбищ. Кирилл Савочин, Марат Мигдеев, Управда ТВ